Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправимся в Костка. Давно мы не ходили, как-то я все время ходила, в последнее время в основном с Эдошей. И знаете, когда с ребенком ходишь, ну ребенок такой, который выше меня уже ростом, в общем, бежишь быстренько, кругом, бегом, и не до съемок, не до чего. Поэтому, как всегда, все в спешке, а сейчас никто никуда не спешит, карантин. И я была сама, поэтому я кое-что для вас сняла. На самом деле, немножечко, конечно, такая ситуация. В Костка вы увидите в видео, перекрыли продукты, которые не являются essential, то есть необходимыми, да, такие как одежда, какие-то вещи для дома, для огорода, сада, и все, что сейчас, как бы скажем, в сезоне. Они это все закрыли, закрыли палетами с продуктами. Вы увидите, это немножко, конечно, непривычно. Но я нашла все, что мне нужно было из продуктов. Единственное, что я хотела, уголь купить еще, но не было угля. Нужно будет в следующий раз мы купили новое барбекю, новую такую гриль, которая работает на углях. И, в общем, туда нужно много угля. Ну, в общем, в следующий раз или как-нибудь онлайн закажем, не знаю. В общем, я была немножко расстроена этим, но, в общем, было неплохо, потому что благодаря тому, что, или из-за того, что все закрыто, людей немного, и это мне позволило спокойно все скупить и кое-что вам отснять. Вот, так что, что еще? Идемте посмотрим, что я взяла. Субтитры подогнал «Симон» Очень пусто. Вот так вот все закрыто. Значит, все перекрыли электронику, все закрыли вот так вот палетами. Вот это очень интересное решение. Я вам хочу сказать, что вот эти вот я брала, когда их... Я их не очень люблю, они как-то не очень хорошо раскрываются, не знаю. Брала обычные в No Frills, были лучше. Это какой-то, я не знаю, вроде тот же кукуруза, но что-то я ее больше брать не буду. Значит, друзья мои, все закрыто. Все, что не essential, то есть что не является необходимостью, то есть продукты питания, закрыто. Они взяли вот эти палеты, этими палетами с продуктами, вот так вот все перекрыли. В Walmart тоже самое. Если раньше можно было это все пойти и купить все, что не essential в Walmart или в Costco, то сейчас все перекрыто вот так вот. И все, то есть только еда, все остальное онлайн. Вот так вот думаю, вот там все перекрыли, это для магазина, для работников. Вот аж сколько работы нужно было делать, вот это все расставить вот так вот. И вот так все перекрыть, все, короче, переформировать. Ужас, конечно. Даже не знаю, что где искать. Надо вот это все 10 раз обходить, чтобы понять, где тебе то, что тебе нужно. Весело. Вот хочу вам сказать, я сейчас взяла, но я взяла больше к себе в студию, в домашнюю. Вот Mark & Tony, это вообще канадская компания. Mark & Tony. Они очень много продуктов хороших выпускают для вьющихся волос, вот у кого вьющиеся. Ну, скажем так, непростой для масс-маркета, неплохая компания. Вот, и рядом тоже есть Life Clean, это тоже канадская компания, тоже считается неплохим. Хорошие ингредиенты, в общем, так что кто ищет, вот есть из Костка такие продукты. Я вот взяла себе в мою студию вот такие вот шампунь и кондиционер. Но я буду это использовать больше как для вьющихся волос. Вот. Так что вот так. Так, возьму cayenne paper. Мне нужно острый перец красный. Смотрим состав. Вот, кто как cayenne paper. Все, берем. Вот прекрасные закегри, ресторан. Они также имеют хрен. Я думаю, сейчас что-то такое, это хрен. Вот в такой баночке. То есть, я их не приправу очень люблю. Но хрен мы все прекрасно знаем, что это за хрен, что уже можно было с ним сделать. Ну, вот тоже такая новиночка. Очень, конечно, много новых продуктов. Я в последнее время ходила обычно с Идошей. Он очень не любит ходить, поэтому я быстро ходила, не снимала. Вот. А сейчас я одна, так я немножечко опять думаю, сниму, что к чему. Ну, вот, так что, да, вот, показываю вам, делюсь с вами. Деткам возьму вот такие вот чайские подбирки. Состав, конечно, еще тот, но 36 штук. Пока они дома сидят и каникулы, а потом к школу, если вернуться, будут брать. Берем. Вот грилдер, артишок. Артишоки на гриле. Вот полтора литра. 14 долларов. Не дешево. О, мой гад. Так. Вот они выглядят вот такими вкусными. Блин. Мне кажется, это очень вкусно. Это надо взять. Они такие вот прям целехонькие. А интересно, как они идут. В масле, в маринаде. Продукт из Италии, итальянский. Грилдер, артишок. Ингредиенты, вот. Санфлауэр ойл. Ну, неплохо. Подсолнечное масло. Парсли, гарлик. Чили, саль, два, и ванюни, гранат, шофрай, ванюни, регулятор, оси, нет. Ой, очень даже неплохие ингредиенты. Я, наверное, себя побалую, я возьму. Не знаю, какой у них вкус. Могу только догадываться. Будем пробовать. Я делаю все видео и хочу сказать, что вот эти артишоки, я уже их попробовала. Вы знаете, это нечто невероятное. Очень вкусные. Вот те артишоки другие, которые я обычно беру, они тоже вкусные, но они более как маринованные такие, да, в маринаде, масляном маринаде, не в уксусном маринаде. А эти, они вот на огне, но они просто тают во рту. И вот вообще нету никаких твердых частичек. То есть вы от и до съедаете весь этот артишок. Очень рекомендую. То есть вместо салата, как дополнительная такой, да, закуска. И для сейчас идет барбекю сезон. Это очень хорошо подходит к барбекю. И просто как бы, ну, вместо салата. То есть очень классная закуска. Очень-очень вкусно. Именно оно такое, вот, как на костре сделанное и в масле. Очень рекомендую. Так, возьмем малиновое варенье. Ну, вот так что. Ну, это больше джон. Габи просила просто сделать пирог с вареньем. Она любит, когда я делаю песочный. А возьмем. Хорошие ингредиенты. Только пиктин, сахар и малина. Еще интересное. Пинут фри спрэд 2,97. Здесь есть звездочка. Это значит, продукт будет исчезать из пола костка. Его здесь немного. Это, видимо, для тех, кто не переносит пинут. У кого аллергия, да. Значит, так бы с первого взгляда я так бросила. Думаю, сейчас возьму по такой цене. Но здесь же абсолютно нету ничего вообще. Вот, посмотрите. Соя. Соевое масло. Значит, кинь-шугар. Тростниковый сахар, да, получается. Палм ойл. И соль. То есть, здесь вообще не правильно. Ну, то есть, это, в принципе, соевый продукт. Одна сплошная соя. Но, видимо, что-то было не то с продуктом, потому что он исчезает из пола. Ну, в общем, соевая намазка. Вот так вот, теперь и крылья. Вот так вот. Возьмем Applejack. Дети на каникулах. На каникулах я им разрешаю. Иногда покупаю, вы знаете. Cornflakes. Так, еще беру хэдок. Я взяла уже. Свой трот. Rainbow Trot. Красная рыбка. За 18. Всего 3,5-3,5-3,5. А тут сколько у меня? Тут тоже, сколько у меня, около 1,5-1,5-1,5-2,5-2. Вот от Кавканада. Вот здесь всего 200. А здесь всего 100. Красная рыбка. Еще взяла сыр, я вам не показала. Ну вот, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Вот продуктов Израэл. Грейпфруты. Грейпфруты. Здесь у нас... Сколько у нас тут? 2 килограмма. 5 паунтов. 2 с копеечками. Вот это вот у нас грейпфруты. И это у нас тоже грейпфруты. Тоже грейпфруты, да? Ну, нет, это Норс Америка. Это Норс Америка. Окей. Ну что ж, спасибо, что были еще в одном видео со мной. Буду стараться почаще выходить в этот период сейчас. Пишите ваши вопросы, комментарии. Буду рада услышать всех вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...